За пять лет область по ВРП в Республике вторая, промышленность первая, сельское хозяйство первое, валовый региональный продукт растет, производство растет, строительная монтажная работа, которую мы сегодня определяем, внимание, достаточно высоко, это порядка первого места все равно в Республике. Инвестиции, в основной капитал 96,5%, мы не дотягиваем пока 20 миллионов в квартале в нашем полугодии, я думаю, что мы подойдем к этому делу. Что тебя настораживает в связи с этой агрессивной политикой коллективного запада? У нас, естественно, затихарились те люди, которые ездили на Польшу, на Украину, они фактически сегодня где-то без работы. Доходы их уже падают, мы регистрируем, так сказать, то, что, естественно, границы пересечения их нету. Короче, в районе трех тысяч, это, как ты сказал, затихарившиеся, активные, да, вот эти... Которые потеряли доходы, перемещаясь через границу туда-сюда, что-то вывозили, топливо в основном, да, их может быть и больше, но их надо слышать, слушать, ну и разговаривать с ними надо. Там, где мы можем, это же все-таки наши люди, там, где мы можем, мы поддержим, поможем, но... И работу будем предлагать. Совершенно верно, надо работать, начинать. Не надо думать, что завтра Запад распротертыми руками их примет. Конечно. Ну, находясь на границе, мы это абсолютно чувствуем отголоски всех, которые есть. Как обстоят дела текущие? Если брать все-таки по промышленному производству, у нас за четыре месяца сложилось 85%. Ожидаем по пяти месяцам 88%. Почему? Ну, у нас район, будем говорить, больше сельскохозяйственный, но из волообразующих предприятий, которые дают нам объемы по производству промышленности, это является границей. К сожалению, здесь объективно 56% в структуре промышленности, это у нас занимает границей. Значит, повалил тебя в промышленности границ. Гранит, да. Ну, в основном, да. Даже автосчастично. В двадцатом году обрушились мы в основном из-за того, что Российская Федерация ввела против рынка нерудных строительных материалов нашей страны нетарифно регулирование. То есть, практически несовершенности вагона. Так а что, ну, ввела, и что дальше? По 300 тысяч квота. А что мы не работаем в этом направлении? Работаем мы в рамках ЕЭК и с ними на двойку. Значит, немедленно премьер-министрам довести этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Ну и разбирайтесь с руководством завода здесь. Что ж все время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться, надо более эффективно решать эту проблему. Это не катастрофическая проблема. Промышленность демонстрирует очень хорошие результаты по итогам уже пяти месяцев. При этом у нас есть положительная динамика, если взять январь, февраль, март. И мы с уверенностью видим, что и шесть месяцев мы закончим с очень высокими показателями. Поэтому я думаю, что несмотря на все эти вызовы, динамика та, которую я показываю, она сохранится. И Министерство промышленности обеспечит выполнение всех доведенных показателей. Ну и еще, чтобы у нас не складывались ситуации на МТЗ, до него была, продукцию отправили, деньги не получили. И потом начинаем воевать за эти деньги. У нас сократились запасы в целом по министерству промышленности и не выросла дебютантская задолженность. Позвольте представить вашему вниманию роботизированный комплекс, состоящий из двух карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 тонн. Самосвалы управляются без участия человека. Операционная система программы «Продукт» находится в специальном диспетчерском пункте. Первые машины заработали у нас в УЭКе в Хакасии, сейчас мы уже данный комплекс внедрили в себя. А что в Хакасии возят? Уголь. Здесь уже целый комплекс, это не просто машина, управляемая программой. То есть там водителей нет? В погрузчике водителя нет, погрузчик управляется дистанционно с нашего диспетчерского пункта. Сегодня еще программные технологии ни у нас, ни у наших конкурентов не смогли достигнуть именно формирования шапки и равномерной загрузки карьерного самосвала. Но мы над этим работаем. Система точного позиционирования установлена на карьерном самосвале. Она включает в себя высокоинтеллектуальные технологические продукты. Это система точного позиционирования, антенны GPS. И самое главное, это маршрутизатор, который способен отдавать, именно отдавать большой объем информации в диспетчерский пункт. И это создано благодаря именно системе GPS 5G, которая здесь у нас находится. Добрый день! Здравствуйте! Если все работаете, ребята, мы вам не должны мешать. Любой карьер, любое количество техники, вы будете выполнять эту операцию. Да, да. То есть огромный карьер, будете возить рудные какие-то материалы, там будут грузить несколько погрузчиков, да? Да. И полсотни автомобилей, к примеру. Да, да. И система будет управлять. И можно находиться здесь даже, в Республике Беларусь. За тысячи километров можно управлять карьером. По сути, оператор и инженер-программист, который следит за работой. То есть он сейчас фактически... Осуществляется погрузка сейчас. Он управляет машиной. Мы понимаем, есть специфическая добыча урана, есть добыча, где глубоко, где мало кислорода, где очень тяжелые условия для человека, и для как раз-таки вот этой технологии, она применима и в тех местах тяжелая. Ну что ему, вот он сидит... Такую работу. Даже не поймет, что он там грузит. Ни шума, ни вибрация. Кофе, чай, пожалуйста. Все условия. Да. Технологическая операция. И он пошел работать. Устойчивая работа двигателя. На оптимальных оборотах. Это при помощи электромеханической трансмиссии. Экономия топлива для семей. На цех. Когда-то, по-моему, в 13-м году мной был подписан указ о разработке ситницы. Пока мы не очень там развернулись, мы эти объемы, которые обрабатываем, нам сложно реализовать. Ну, прошлый год он был непоказательным. Вы зависите от строительства, дорожного, домов там, производственных помещений. Если сворачивается строительство, то трудно и вам. Ваша продукция менее востребована. Поэтому непоказательный был год, но не было бы счастья да несчастья помогло. Вот мы с промышленниками обсуждали эту проблему. У них вообще бешеный рост промышленности. Весь мир закрылся в прошлом году. Все лечились. Кто-то психически свихнулся. Я вам об этом говорил еще до пандемии. Позакрывались. Мы работали. Как бы не было сложно, мы работали. И настало время, когда запасы закончились, а людям то жить надо. И начиная с стиральных машин, холодильников до ваших материалов появилась огромная потребность в продукции, которую мы производим в Беларуси. Вот промышленность начала расти. Дай Бог, чтобы эти темпы сохранить, чтобы это не получился всплеск на один год. Вот мы обсуждали эту проблему. И все руководители, да и вы уже, наверное, сегодня со мной согласитесь, что мы правильно поступили, что не закрыли вас в четырех стенах. Как я говорю, в четырех углах. Ну, если кто-то где-то не хочет работать, пусть не работают. Пусть покупают нашу продукцию и мы с удовольствием будем ее производить. Тогда мы наметили открыть новый карьер. Может быть, построить и новый завод, хотя есть мнение, что и не надо, может быть. На этом сможем перерабатывать. Но, прежде всего, надо реализовать то, что вы сегодня производите. Проблема заключается в том, что где-то с Россией не сработали. Ясно, что они будут защищать свой рынок. У них тоже закрывались производства и строительство упало, и дороги, и домов, и так далее. Им же надо свой щебень потреблять и прочие материалы. Поэтому главная задача, о чем я говорил и вашему руководителю, директору и министру, который здесь, вице-премьер присутствует, нам надо решить те проблемы, которые надо решить. Я думаю, с Россией это небольшая проблема. Мы должны добавлять не по 300 тысяч в месяц, полмиллиона, и это уже будет решена проблема. В общем, есть ряд мелких проблем, которые мы хорошо знаем и которые мы решим вот просто в ближайшее время. Ну и я уже давно в Микошевичах не был, хотя у нас это единственное такое предприятие. Но вы должны понимать, что для Микошевич вы главные люди. Не будет вас, не будет Микошевич. Поэтому для руководителя, директор должен понимать, что он здесь бог царь и воинский начальник. Надо собраться, надо выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, конечно, ну а как, через нас же не перепрыгнешь. А украины мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, мы не можем против русских людей. Это наши люди, мы такие же, как они. Поэтому идет этот накат. Вторая причина – это конкурентоспособность. Вот то, что мы прорастаем, что у нас хорошо. Мало того, что психологически они понимают, что нас надо придавить, но они же конкуренты наши. И это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида. И места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило. Что касается правительства, мы обсуждали эти вопросы. Что касается президента, вы за нас не волнуйтесь, мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет. Это обычная, прежде всего, конкуренция. Что касается Белави, ну, ребят наказали, грубо говоря. Да не наказали, пытаются наказать ни за что. Почему? Потому что компания государственная, не частная. И вдруг работает лучше любой компании в мире. Как так может быть? Какая-то там Беларусь и вдруг лучше. Есть ряды других причин, но это главное – конкурент. Надо убрать. Уважаемый Александр Григорьевич, сдерживающим факторов экспортных поставок в Российскую Федерацию является искусственное, на наш взгляд, ограничение с партнерской стороны перевозок щебня железнодорожным транспортом почти в два раза. Просим вашего содействия в решении этого вопроса на самом высоком уровне. Я только что об этом затронул этот вопрос, знаю эту проблему. Правительству я поручил, чтобы немедленно связались с россиянами. Попробуем здесь вам помочь. Чем-то поможем. Может быть не сразу то, что мы хотим или вы хотите, но обязательно постараемся вам в этом плане помочь. Есть к этому сейчас тенденции в отношениях с Российской Федерацией. И они, и мы попали в непростую ситуацию. Все нас хотят придавить. Нас я вам сказал по какой причине. Их ясно, чтобы голову не подняла Россия, ядерная держава. Поэтому мы сегодня в одной лодке с ними. Ну, слава богу, что на востоке у нас еще добрые отношения. И с Китаем бездонный рынок. Надо шевелиться. Я и директору вашему сказал, как-то мы пробовали немножко хотя бы в Китай продать этот щебень. Но дорога то протоптана. Надо по этой дороге двигаться. Точно так и в другие страны. Обеспечим увеличение поставок и в Россию. И свой внутренний рынок посмотрим на него, чтобы его защитить. Будем стараться увеличить, помочь вам увеличить по всем направлениям. Но все зависит от вас. Добрый день. Марина Ефимович, экономист по реализации отдела сбыта. Вот от кого все зависит. Уважаемый Александр Григорьевич, помимо проблем с экспортом, в том числе и Российской Федерации, существует такая парадоксальная проблема, как импорт нашего щебня, то есть щебня к нам из Украины. Получается, они вводят против нас санкции, а мы покупаем у них щебень, которого у нас предостаточно. Могут ли в этом направлении быть приняты какие-либо управленческие решения? Марина тоже затрагивала этот вопрос. В прошлом году нам сколько? 300 ты? 300? В этом году 5? Всего 5-6. То есть с 300 по году, правда, до 5-6. Вы очень правильно все сказали, не будем громко об этом говорить. Тут правительство в ближайшие дни примет соответствующие меры для того, чтобы никто не мешал вам работать на внутреннем рынке. Перемечик Галина, заведующий здравпунктом. Уважаемый Александр Григорьевич, на нашем предприятии есть хорошая здоровительная база. Это санаторий, который находится под Микошевичами. Там отдыхают как наши сотрудники, так и приезжие. Однако существует проблема с медицинскими кадрами. Недостаточное количество врачей первой категории. Поэтому для санатория проблема получить лицензию на оказание некоторых медицинских услуг, которые очень востребованы, как у отдыхающих, так и у жителей нашего города. Есть ли возможность рассмотреть вопрос о внесении послабления при получении лицензии? Значит, вот губернатор здесь есть, члены правительства это слышат. Дмитрий, запиши на контроль губернатор, немедленно решите эту проблему на этой неделе. Передайте министру здравоохранения, чтобы сняли все эти барьеры и препоны. Бывает так, что без категории человек может оказать ту услугу, о которой она говорит, лучше, чем с категорией. А мы начинаем формально к этому подходить. Если люди хотят ехать в санаторий, значит, они понимают, что это за уровень. Они же рублем голосуют или предприятия помогают. Чего? Мешиваться и мешать. Ужам Александр Григорьевич, планируется ли реконструкция автодороги М10, Кобрин, Гомель? Ну, если честно, то это была моя инициатива. Честно говоря, я не очень той раз, что ее когда-то выдвинул, потому что слишком медленно двигается этот вопрос. Вот сейчас у нас заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой. Вот он, самый высокий там. Это отчасти его тоже была инициатива, когда он был вице-премьером. Займитесь этим вопросом вплотную. Надо быстрее реализовывать. Да, там где-то проект от Речицы до какого-то населенного пункта мы там уже начали эту реконструкцию, да? Да, Речица Калинковича. Я на этой дороге живу несколько недель, вы же знаете. И я хочу, чтобы эта дорога была построена. Это важно для нас еще и потому, что мы перехватим потоки с Украины вот через Россию. Мы это южное направление из России перехватим и как Брест-Москва перекинем туда, на запад. Это хорошие деньги. Чего бы нам не стоило, мы эту дорогу построим. Это будет как Брест-Москва еще и лучше трасса. Потому что та, которая существует, но это же не дорога. Это тропинка какая-то. Поэтому будет эта дорога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова